Дмитрий Сватковский В этом году Дмитрий Анатольевич Медведев держал отчет перед депутатами Государственной Думы о деятельности правительства и достаточно был подробный доклад, который освещал практически все моменты экономической и социальной жизни нашей страны. Самым главным, конечно, было то, что за 2018 год удалось удержать нашу экономику в достаточно хорошем состоянии, не дать ей стагнироваться. Замечен был достаточно серьезный рост промышленности, свыше 4%, это достаточно серьезно. Но в то же время отмечал премьер-министрам о том, что, к сожалению, доходы граждан не растут, они падают, не на много, но падают на 1%, и это является вызовом для правительства на ближайшую перспективу 19-21 годов. И, конечно же, много уделялось вопросу социального характера. Премьер-министрам был предложен ряд пакет изменений законодательства, и в том числе, конечно, более широко обсуждал, что это кратное увеличение пособия для женщин за уходом ребенка от полутора до трех лет. Вы знаете, в 1994 году был принят законопроект, согласно которому ежемесячное пособие за уходом ребенка выплачивалось всего 50 рублей. Ну, 50 рублей это уже несерьезные цифры, и, конечно, премьер здесь сказал, что в ближайшее время он внесет изменения законодательством и кратно увеличит эту цифру. Много говорилось о контрактной системе, в том числе об изменениях 44-го федерального закона. Премьер-министр предложил ряд новаций, которые предусматривают поднятие планка проведения бесконкурсных процедур для государственных учреждений, и в том числе для тех организаций, которые работают в 44-м федеральном законе. Но, знаете, больше всего, на мой взгляд, это было обсуждение новой программы, которая прозвучала впервые в послании президента. Это устойчивое развитие сельских территорий. Сейчас этому очень много уделяется внимания. До 1 июня, согласно словам премьер-министра, должна утвердиться данная программа. И свое действие должно начать уже с 1 января 2020 года. Что мы хотели бы увидеть, потому что мы изучали проект этой программы. Она достаточно амбициозная, беспрецедентная. Объемы около полутора триллионов рублей до 2024 года. И, согласно, ей очень много будет направляться ресурсов на обновление дорожной сети, на проведение газопроводов, около 2-3 тысяч километров газопроводов будут обеспечены сельские территории. Конечно, это обновление социальной инфраструктуры, это ремонт фапов, школ, детских садов, домов культуры. То есть многие аспекты будут затронуты. Но хотелось бы, конечно, чтобы в программе появились и очень серьезные позиции, такие как помощь селянам, в первую очередь, те, которые фермерским хозяйством занимаются, и, конечно, сельским предприятиям, чтобы был более серьезный инструмент и вливание со стороны государства. Очень много говорилось, конечно, о привлечении кадров на село и, соответственно, много очень программ. Но мне кажется, что сейчас как раз в мае дискуссия по этой программе будет очень и очень динамичная. Запланировано ряд мероприятий, в том числе и парламентские слушания, и в том числе многие заседания совместных комитетов по этой программе. И, конечно же, мы будем очень серьезно, активно участвовать в ней. И у меня много есть предложений, у моих коллег много есть предложений. Вот сейчас май, сейчас будет таким достаточно бурным для того, чтобы мы эту программу уже до 1 июня обсудили на территории Госдумы и уже внесли свои идеи для того, чтобы правительство погрузило все это в программу и доложило уже премьер-министру. Это основные аспекты отчета, которые прозвучали из уст Дмитрия Анатольевича Медведева. Вы активно включились в работу групп контроля «Единой России» за исполнением нацпроектов. Уже побывали в нескольких регионах, вот в Чувашии, в Мариэл, в Ямал-Нецком округе. Как там обстоят дела? А как Нижегородская область выглядит на фоне других регионов? Вы знаете, действительно, национальные проекты – это серьезные ресурсы, и все говорят об этом, и они сейчас запускаются в самом стадии. И во втором полугодии мы уже почувствуем, потому что сейчас идет уже доведение финансовых ассигнований, проведение конкурсных процедур. Я думаю, что многие жители регионов, и в том числе, конечно, Нижегородской области, уже почувствуют это. Деньги пошли, уже это видно. И в том числе посещение мной уже и Ямала-Нецкого округа, Тюменской области, и Чувашии, и Мариэла, конечно, говорят о том, что это большие надежды. Суммы беспрецедентные национальных проектов свыше 26 триллионов рублей до 2024 года. И, конечно же, это большой подспорь для нашей экономики и для обновления, в первую очередь, конечно, социальной инфраструктуры. Это школы, сады, капремонты и так далее, и так далее, и так далее. Это очень серьезный, и контроль за ними, особенно в начальной фазе, очень важен. Потому что год планирования, который был отведен президентом в 2018 году, он уже закончился. И сейчас уже должно быть начало. И, конечно, как мы стартанем в этих проектах, мы, естественно, поймем, как они будут дальше реализованы. И, конечно, учитывая, что многие проекты и нацпроекты были инициированы партией «Единой России», членом которой являюсь в том числе и ваш покорный слуга, решением президиума Генерального совета я вошел в контрольную группу, которая отвечает за многие проекты здравоохранения, образования, демографии. И, естественно, мы сейчас ездим по территориям, смотрим, как идет. Конечно, я побывал у наших соседей, в Мариэле, в Чувашии, посмотрел. Многое, что уже делается, уже заложены детские сады, уже начинаются и проводятся конкурсные процедуры по строительству школ в том числе. Мне очень много понравилось в Чувашии, очень много спортивных объектов планируется по нацпроектам. Вы знаете, но если говорить уже в сравнительной характеристике с Нижегородской областью, я вам скажу, что Нижегородская область по привлечению федеральных бюджетных средств в топ-6 регионов входит. Поэтому, естественно, это будет большим подспорьем. Мы ведем на своем уровне, конечно, сейчас достаточно серьезный контроль за этими проектами. Уже начинают реализовываться многие национальные проекты в части демографии, образования. Вы сами видите уже школы, детские сады закладываются уже. Много об этом говорит правительство Нижегородской области. Я абсолютно уверен, что люди почувствуют уже в 2020-2021 году, тем более у нас 800-летие образования Нижнего Новгорода. Я думаю, что очень много объектов и проектов будет реализовано. Люди это почувствуют 100%. Сейчас просто начальная стадия, и самое главное сейчас очень правильно запустить все маховики раскрутки этих проектов. Продолжая спортивную тему, 18 мая в Нижнем Новгороде пройдет турнир по лазер-рану. Насколько я знаю, это новый вид спорта. И вы были инициатором проведения этого турнира именно в Нижнем Новгороде. Расскажите об этом чуть-чуть подробнее. Действительно, мы в прошлом году первый раз провели в тестовом варианте лазер-ран. И для меня было это очень удивительно. Мы провели в майские праздники в Парке Победы. И вы знаете, пришли тысячи людей. Мы ожидали несколько сот, а пришли тысячи. И в протяжении всего дня было очень много людей, особенно детей. Этот турнир направлен на то, чтобы дети приходили. Любой подготовленность, любого возраста заявлялись в эти соревнования. Соответственно, одевали номер, бежали 400 метров и, соответственно, стреляли из лазерного пистолета. Настолько доступный вид спорта, что он входит, соответственно, в систему современного пятиборья. И вы знаете, Надежда, конечно, благодаря этому турниру мы попали во всемирный день проведения лазер-рана. Во многих городах мира, Германии, Франции, Латинской Америки, Канады, Азии, Южной Кореи, Китай, где очень сейчас сильно развивается современная пятиборья после Олимпийских игр в Пекине, конечно же, могу вам ответить, что мы ожидаем большой приток не только детей, но также еще и родителей. Мы проведем эти мероприятия 18 мая на Нижневолжской набережной. Это будет хороший такой праздник, именно праздник спортивный. И здесь, наверное, самое главное, что каждый может попробовать свои силы. В первую очередь для детей влюбиться в этот вид спорта. Он очень доступный, очень понятный и, вы знаете, эмоционально затрагивающий. Потому что у нас в стране много любят биатлоны, а здесь именно, когда ты бежишь и, соответственно, стреляешь из пистолета по пяти мишеням, я думаю, что очень многим понравится. И приглашаю всех, соответственно, принять в нем участие. Самое главное, чтобы была еще хорошая погода. А на прошлой неделе у нас с двухдневным визитом был министр спорта России Павел Колобков. И как бы вы оценили этот визит, потому что вы были непосредственным участником этого визита. Какие перспективы открываются перед Нижегородской областью в связи с этим? Вы знаете, действительно, визит был очень насыщенный. И много было принято хороших решений, в том числе для развития спортивной индустрии. Я подчеркиваю, именно спортивной индустрии на территории Нижегородской области. Конечно, основным элементом это проведение форума России и спортивной державы, которые должны пройти уже, предполагается, в октябре этого года. Это очень важно для того, чтобы Нижний Новгород становился уже одним из самых спортивных городов Российской Федерации. И этот форум, я уверен, очень многое раскроет. В том числе и то, что мы сколько времени и сил, и любви уделяем именно спорту. У нас очень спортивный регион. Мы любим очень много фоков, спортивных объектов. Много детей занимается. Взрослые пошли сейчас заниматься спортом. Я думаю, что вот этот форум даст возможность как раз нам почувствовать, как к нам относятся другие регионы. А другие регионы приедут к нам в Нижний Новгород и увидят, какую инфраструктуру за последние годы мы создали. И, конечно, благодаря чемпионату мира, появлению и стадиона. И именно на его территории планируется проведение данного форума. И, конечно, мы в ожидании принятия решения по строительству ледового дворца рядом непосредственно со стадионом. Это ожидаемое событие, конечно, потому что у нас хоккейный город. Все любят нашу региональную любимую команду «Торпедо», которая входит в так называемые четыре основателя вообще хоккея. Не только российского, но и советского хоккея. И, конечно, с большой надеждой мы видим, что данный такой красавец должен появиться на территории Нижнего Новгорода. И это будет способствовать тому, чтобы люди пошли уже на стадион. 12 тысяч мест. Это ультрасовременный стадион с тренировочным катком, с керлингом, со спортивными залами и с главной ареной. И, конечно, это будет украшение нашего города. И в завершении разговора не могу не спросить о культуре. 18 мая в Бутерлино состоится фестиваль памяти Людмилы Зыкина. Я знаю, что в этом году вы оказываете ему поддержку. Вот чем в этом году он будет отличаться от предыдущих? Вы знаете, что может не пройти без русской песни. И, конечно, когда, мне кажется, любой волжанин, который родился, в душе где-то всегда вспоминает голос Зыкиной, который растирается прямо над просторами нашей великой российской реки Волги. И, конечно, то, что Бутерлино, этот район очень красивый, с замечательным цветением вишни, вишневыми садами именно в мае, это необычайная красота, которую могут все посетители увидеть. Когда вы встаете на холм, и внизу огромное количество цветущей вишни, это очень и очень красиво называется, поэтому вишневая метель, потому что все кругом бело, красиво, и, соответственно, на фоне ярко-зеленой травы это великолепное зрелище. Ну и, конечно, простирается над этой благодатной, трудолюбивой землей голос русской песни. И, конечно, мы должны понимать, что истоки русской песни находятся в селе. И очень отрадно, что в этом году с организатором данного фестиваля также стал и президент Академии российских наук Сергеев, который сам является выходцем из Бутурлинского района. Он там родился, поднялся до таких высот, стал академиком и сегодня возглавляет один из авангардов российской науки. И, конечно, такой фестиваль, он должен дать возможность после пассивных работ, дать возможность и в том числе селянам спеть, как всегда бывает, как работаешь, так и отдыхаешь. Поэтому, конечно же, этот фестиваль нас возвращает в те истоки русской песни, которые мы все любим и которые мы любим с детства. Спасибо большое, Дмитрий Валерьевич. А я напомню, у нас в гостях был депутат Государственной Думы Дмитрий Сватковский.